Приветствую вас дорогие зрители, меня зовут Лиза и сегодня мы с вами посмотрим на три интересных мода для Евротрак Симулятор 2. Первый мод это мод, который влияет на плотность и интенсивность трафика в зависимости от времени суток. Также этот мод меняет цикл светофоров на перекрестках и также этот мод делает очень низкую плотность движения на локальных дорогах в ночное время и также меняет плотность трафика на автострадах, то есть этот мод делает трафик более реалистичным, посмотрим как это работает. И далее также два не менее интересных мода, первый мод вас трафик пак, он добавляет 46 новых моделей автобусов с полутора тысячу скинами и третий мод это all трафик пак, он добавляет в трафик 523 новые машины. В общем-то все сегодняшние моды направлены на реалистичность, поэтому посмотрим, будет ли нам сегодня интересно играть за данными модами. Сейчас нам осталось только взять груз, я повезу винные бочки 8 тонн из Санкт-Петербурга в Таллинн. Время у нас сейчас 13.35, в принципе такой вот как раз таки день, когда трафика должно быть много. По рекомендации автора мода в консоли я поставила трафик на единицу и трогать при помощи консоли трафик я не буду, поэтому посмотрим, как у нас будет трафик подстраиваться под этот мод, посмотрим вообще изменится ли что-то, почувствуем ли мы вообще какие-то изменения. Ехать нам 400 километров как раз таки в Таллинн, да, как я уже и сказала, и также пока мы едем, давайте будем высматривать моды. Два других мода, это моды на автобусы и моды на легковые автомобили, которые в принципе просто добавляют новые модели машины и новые модели автобусов, то есть они не перекрывают другие машины в трафике, а лишь добавляются, поэтому я буду пристально смотреть и изучать, потому что это правда интересно. Так, нам нужно перестроиться и самое главное, вообще я хотела взять на обзор мод на агрессивный трафик, но единственный мод на именно агрессивный трафик я нашла только на версию игры 1.43 и 1.42, и как-то откатывать до 1.42 ну уж очень мне не хочется, хотелось бы попробовать хотя бы ну на 1.46, да, на 1.47, на 1.48 данный мод, если он вообще есть. Поэтому у меня к вам просьба, если вы знаете мод именно на агрессивный трафик, то пожалуйста дайте мне знать об этом в комментариях, мне нужно название этого мода, потому что я искала и я не нашла. Агрессивный трафик, что я под этим подразумеваю? Я хочу, чтобы вот я ехала и прямо как в сити-кар драйвинге в меня врезались со всей дури машины, чтобы они меня подрезали, чтобы они вели себя плохо, проезжали на красный, в общем я хочу вот все вот это. Я не нашла такой мод, но очень-очень хотела бы на него посмотреть. Также, пока я подбирала мод, я нашла мод на брутальный трафик, то есть по сути жестокий трафик, как раз таки на версию 1.47, но когда я его установила, я вообще никакой разницы, если честно, не заметила. Трафик не стал жестким, а вот сейчас, кстати, обратите внимание, трафик стоит на единице и какой у нас бешеный поток машин. Мы реально с вами сейчас будем очень долго стоять на этом развороте. Обычно, когда я ставлю трафик на единицу, машин очень мало, но не в случае с этим модом. Так, давайте, проезжайте. Ну слушайте, вот это интересно, вот это интересно. Не нужно постоянно дергать консоль. Вот плюс этого мода реально в том, что тебе не нужно постоянно открывать эту консоль, менять трафик, подстраивать его под себя или под время суток. Нет, ты просто... Так, я так понимаю, мы можем тут и прямо поехать. Зачем нам ехать через объезд? Я так понимаю, это у нас стоят региональные дороги. Если так, то мы сейчас поменяем региональные дороги на оптимальный маршрут, потому что, как я поняла, на региональном маршруте у нас будет меньше всего машин, собственно, как и в реальной жизни. Поэтому давайте будем ехать по трассе и смотреть на количество трафика. Так, давай, проезжай, проезжай. И ехать нам тогда останется 326 километров, то есть, ну, немножечко поменьше. И, кстати, по поводу вот легковых автомобилей. Вон Пежо у нас проехала. И еще одна Пежо проехала. ВМВ. Так, а это, видимо, что-то из самой игры, я так понимаю. Нам, кстати, нужно бы перестроиться влево. Но трафик абсолютно спокойный. Но не сказала бы, что он, конечно, стремится меня везде пропускать. Но и без модов трафик евротраки такой, знаете, достаточно туповатенький. Поэтому очень тяжело тут порой перестраиваться или куда-то втискивается, потому что тебя вообще никогда не пропускают. Но тут и я виновата. Я должна была, наверное, следить за темы, в какой полосе я еду. Так. Ну, кстати, действительно заметно, что машины теперь абсолютно разные. Вон Volkswagen, смотрите, какой-то страшненький. Какой-то маленький и страшненький едет впереди. Перед нами едет Toyota, какой-то. А слева в зеркале едет какая-то дефолтная машинка, скорее всего. Я их различаю по значкам, потому что значки есть у тех машинок, которые являются модовыми в основном. Ну, знаете, есть такое ощущение, как будто бы трафик едет чуть быстрее. Есть такое чувство, будто они прям более такие резвые. Хотя, может быть, мне и кажется, конечно. В принципе, если все эти три моды соединить, то довольно получается неплохо. Ну, по сути, они просто делают игру более реалистичной. Да, у вас больше машин становится, они ведут тебя как-то более по-по-жизненному, по-реальному. Поэтому, если вы хотите добавить какое-то разнообразие в игру, то моды неплохие. Ссылочка на них, кстати, есть в описании. Никакой проблемы с установкой данных модов у вас не возникнет, если вы умеете устанавливать моды. Там буквально просто один файл в папку мод закинуть и все. И больше ничего не надо. Это, причем, каждого мода касается. А, кстати, где автобусы? Где автобусы? А еще обратите внимание, обратите внимание на то, что грузовиков как будто бы и меньше стало. Ну, по крайней мере, в нашу сторону. Вот встречных намного больше. Именно грузовых машин едет больше. Так, нам сюда. Что это такое? Что это за машина такая? Это кто? Не понимаю, кто это. У него даже значка нету сзади. Никакого логотипа нет. Я хочу увидеть 46 моделей автобусов, но я не наблюдаю ни одного автобуса в игре теперь. Я предполагаю, моды между собой совместимы. Я читала. Их между собой можно совмещать. Но я вот не вижу автобусов. Куда делись автобусы? Почему их нет? Где мои 46 моделей? Где полторы тысячи скинов? Я все это жду. Я вижу только, что у нас реально стало много машин. Мы, кстати, сейчас в Санкт-Петербурге до сих пор. Разворачиваемся здесь. Также, помимо агрессивного трафика, будет очень здорово, если вы будете предлагать любые другие интересные моды, которые можно проверить в ЕТС-2. Ну и в Американ Тракт тоже, например. Я открыта к любым, к любым вообще интересным модам, потому что мне реально очень хочется все это попробовать в игре, на все это посмотреть. Так что... Так что, так что комментарии я читаю и всегда подмечаю для себя что-то интересное. Так, тормозим. Ну да, вот плотность трафика прям вообще, особенно в городе, особенно когда мы съезжаем с трассы и заезжаем в город, трафик, он становится более плотный, машин больше. Ну, вполне как в реальной жизни, наверное. Я не знаю, как в Питере, кстати. Но тут, понятное дело, под определенные города адаптации нет. То есть, это не настолько, да, какой-то мегамод, который еще и под каждый город делает пробки, как в Москве, например, да, или там еще где-то. Нет, просто плотность трафика в зависимости от времени суток. Ну, как, наверное, в любом городе и бывает. Сейчас у нас 15-24, и машин до сих пор очень и очень много. Кстати, в зависимости от времени плотность трафика меняется либо каждый час, либо каждые полчаса. Так, у нас главное. О, Кока-Кола. Прикольно, прикольно. Но где автобусы? Может быть, я все-таки что-то сделала не так, но что я могла сделать не так? Я просто добавила эти моды, как и два других, но я до сих пор не вижу ни одного автобуса. Это как-то странно. Я хочу посмотреть на автобусы. Но вы представляете, 46 моделей автобусов. И где? И что? Они должны работать друг с другом. Но, возможно, из-за того, что тут теперь у нас 520 моделей машин новых, да, еще и 46 моделей автобусов, а еще и обычные дефолтные машины в трафике, то, наверное, автобус просто не так часто будет попадаться. Ну, я так думаю. Я просто ищу причины, по которым я не наблюдаю автобус в игре. А может быть, он будет только в черте города? Это же логично. Но и только если это не междугородний автобус какой-то, то, по сути, автобусы только где-то вот возле городов должны быть. Если это автобусы, которые выполняют, например, городские, обычные рейсы. Церковь тут у нас стоит. И нам осталось еще 192 километра ехать и надеяться на то, что мы увидим автобус, потому что я не понимаю, это что такое. Где автобус? Да, Лиза в поиске автобуса. Помогите Лизе найти автобус. Там у нас машинки на заправке. Кстати, обратите внимание на то, как сейчас изменилась плотность трафика. Мы с вами едем где-то по дороге за городом. По трассе А-180 или А-160 я плохо вижу. Ну-ка. А-180. Вот. И машин реально меньше. Время 4 часа дня, а машин у нас прям конкретно по дороге едет очень мало. У нас тут ограничение 40 километров в час, поэтому мы плетемся как черепахи. Нам тут нужно будет повернуть направо, в сторону Ивангорода. Так, изменен, кстати, цикл светофоров на перекрестках. Но у меня есть предположение, что я разницы не почувствую, потому что там разница буквально в секундах, но это сделано для того, чтобы как раз таки можно было избежать ДТП. Вот. Но... Как-то разницу в светофоре я, честно, не почувствовала. Это, наверное, нужно долго сидеть и изучать, стоять на светофоре, чтобы заметить, что он там либо... что цикл либо увеличился, либо уменьшился. Так, у нас в городе, смотрите, опять машин больше. Когда мы въезжаем в город, снова, снова более плотный трафик становится. Ну, слушайте, неплохо. Интересно, интересно. Но я хочу, чтобы было как вот в сити-кар-драйвинге. Вот в сити-кар-драйвинге берешь, выставляешь... как он это называется? Непредсказуемость трафика или что-то такое? Непредсказуемость поведения трафика. В общем, вы, наверное, меня поняли. Те, кто в сити-кар играют, те поймут, о чём я. И там можно прям выставить эти параметры, если ты хочешь, чтобы трафик ввел себя неадекватно, чтобы он мог внезапно начать в тебя перестраиваться, чтобы он мог тебя подрезать, порезаться, выехать навстречу. И такое тоже бывает. Мне кажется, даже в последнем ролике по сити-кару такое и было. Когда мне прямо в лицо выехала машина. Вот я хочу что-то такое, но, к сожалению, не нашла. А сколько интересных бывает модов на легковые автомобили. Ой-ой-ой, столько модов на BMW, на всякие Skoda. Коды. На Nissan Juke я даже нашла. Мод. Машина, как у моей мамы, давным-давно был Nissan Juke. Можно будет даже этот мод взять и попробовать. Но, конечно, в первую очередь буду пробовать то, о чём вы будете говорить мне в комментариях. Вот. Потому что, если вам это интересно, будем пробовать всякие разные моды. Чё-то долго мы стоим, КамАЗ всё с места двинуться не можно. Чё ж такое-то? Вы видите, что он делает? Он как бы... Фамили... Угу, всё. Вроде решился. Очень странно. Очень странно. Он такой... Такой странный, он так дергался. Так, чё-то тут трафик подтупливает. Тут как-то трафик себя ведёт странно. Надо отсюда побыстрее уехать. Опять мы на проверку документов. Так, ещё немножко подъедем. Ну, кстати, я сегодня на автомате. Как-то я сегодня решила без механики. Ну, а в следующий раз, думаю, можно будет и шифтер взять. Долго-долго проверяется. Очень долго. Всё в порядке. Счастливого пути. Налево. Всё, мы с вами в Эстонии. Только что прибыли. Ну и до Таллина нам тут... 160 километров немножечко осталось. На самом деле, ещё раз хочу похвалить трафик именно на плотность. Именно первый мод на плотность и интенсивность трафика. Потому что действительно не нужно постоянно мучить консоль. Не нужно постоянно её открывать, выбирать, сколько там тебе трафика надо. Прям хорошо, классно. Но порой возникает ощущение, будто всё-таки слишком уже много машин. Ну, хотя, наверное, так и должно быть. Время у нас без 15.05. Сейчас, наверное, покинем город. И надеюсь на то, что снова будет машин поменьше. А где автобус? Подождите, там один автобус. Там стоит автобус. Надо хотя бы на него посмотреть. Он сейчас повернёт. О, и уехал. Всё. Но на нём какой-то был интересный скин. Вы заметили? Всё-таки работает мод на автобусы. Просто... Их очень... Они очень редко попадаются. Зато очень много реально машин. Вон, дочь у нас стоит. Перед нами Ниссан. Прикольно. И причём машины выглядят так, как будто бы они ни разу не модовые. Очень хорошо сделано. Давай, уезжай, поворачивай. Мы поедем дальше. Смотреть на другие машины. Также, от этого же автора модов есть моды на различные скины прицепов. Если интересно, можем посмотреть. В следующий раз попробовать. Полицейская машинка, смотрите, у нас едет впереди. Похоже на Шкоду. Или не на Шкоду. Кто это? То ли Шкода, то ли кто. Понять не могу. Напишите в комментариях, кто это. Может, обогнать меня оштрафуют? Наверное, нет. У нас же система штрафов отключена. Да и всё равно обогнать её можно. Я хочу на автобус посмотреть. Хоть на один автобус вблизи глянуть. Ни ко... О! Вот он, смотрите. Автобус. Будем ехать медленно. О! О! Вернер Турс. Какой-то туристический автобус. Всё. Уехал. Ну, какой-то скин не очень интересный. Где ещё 1499 скинов? Я хочу посмотреть на все скины. Возможно, если бы я убрала мод на машину, автобусов было бы больше. Но зато вполне реалистично то, что автобусов тут у нас мало. Сколько нам осталось? 119 километров осталось. Напоминаю, мы везём винные бочки. 8 тонн в город Таллинн. Может, побыстрее. И вот, опять же, опять же, смотрите, мы с вами едем по дороге за городом. О, автобус. Подождите, автобус. Неважно. О, нормально. Вот, обратите внимание, время 17.32. Мы едем по дороге, не в городе, по трассе. И, собственно, машин у нас снова меньше. Трафик у нас опять становится менее плотным. Классно. Классно. Интересно. Неплохо. Не то, чтобы это какой-то прям необходимый мод, но если хотите прям супер-пупер реалистично играть в Евротрак, то, я думаю, вам такой мод точно подойдёт. Ой-ой-ой. 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 Что-то надо было раньше тормозить, наверное. Но всё хорошо. Всё нормально. Интересно, на парковках тоже новые машины появляются или нет? Есть ли машины на парковках каких-нибудь из этого мода? Или они чисто в трафике? Да потому что, как было написано в моде, просто 500 новых моделей в трафик. Ну, может быть, где-нибудь ещё они тоже там на обочине, например, могут стоять. Нет? Было бы здорово, но, наверное, очень вряд ли. И за весь наш груз мы с вами только три автобуса увидели. У меня останется психологическая травма. Я хотела посмотреть на автобусы. Чё-то машина опять много. Сколько времени? Ну, по идее, 6 часов это как бы час пик, но мы же не в городе, чтобы был час пик, правильно? Ой, что-то очень много. О, автобус. А, нет, это не автобус. Я думала, автобус. На встречке прям гораздо больше бойтов едет. Ну и хорошо. Интересно, с чем это связано, что на встречной их больше? По сути, мы же в город едем сейчас, а не они, а не наоборот, из города. В город обычно машин больше. Или нет? Могу ошибаться, наверное? Тридцать пять километров и три автобуса на моей памяти. Кстати, недавно на канале был очень интересный стрим по Train Sim World Simulator. Мы с вами были машинистами поезда. Очень было классно и весело. Я не думала, что симулятор поезда может быть настолько интересным. Поэтому, если вы еще не видели запись этого стрима, то, пожалуйста, посмотрите. Очень классно. Серьезно, очень мне прям понравилось. Поэтому, думаю, что стримы по этой игре у нас тоже будут на регулярной основе. Будем учиться нормально управлять поездом и не сходить с рельс. Как это было у нас с вами на первом стриме. Так, нам бы компанию... Компания где-то слева. И что-то трафика вообще нет. Вы посмотрите. Ни одной машины. Ну, наверное, потому что тут чисто компании. Может быть, трафик сюда вообще даже не заезжает. Но грустно, грустно. Почему трафика нет? Можно даже по сторонам не смотреть. Ну, что реально никого. Такая пустота. И нам сюда. Так. Мы так можем забор снести. И давайте припаркуемся задним входом. Ну, немножко зацепили прицеп. Но ничего страшного бывает. Это не проблема для нас. Это проблема прицепа. Так, давайте, наверное, развернемся по-нормальному. Так вот. Так. 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 Как-то криво получается. Нормально. Сейчас выровняем. Ой. Ну, ладно. Я хочу просто поровнее как-то встать. Это что-то некрасиво получается. О! Ну, нормально. Ну, почти ровно. Все, отцепляемся. Отцепляемся. И мы доставили груз свинные бочки из Санкт-Петербурга в Таллин. В принципе, все моды мне понравились. Если что, ссылочка на них есть в описании. И, как я уже говорила ранее, ваши идеи с интересными модами, пожалуйста, пишите в комментариях. И помогите, пожалуйста, найти мод на агрессивный трафик. И я на него прямо в скором времени выпущу обзор. Ну, а на этом моменте ролик подходит к концу. Всем вам большое спасибо за просмотр. Встретимся с вами в следующих роликах и стримах. Всех вас целую и обнимаю. И всем пока. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok